По словам Марины Золотовой, главного редактора портала Тутбай, это утро для нее началось как обычно, несмотря на тревожные новости, которые пришли накануне. По приказу министра информации, с 1 октября, то есть уже завтрашнего дня, портал Тутбай на три месяца лишается статуса СМИ. Этот статус, помимо прочего, дает право на законных основаниях присутствовать на массовых акциях протеста, которые не прекращаются в Беларуси после президентских выборов, и которые портал Тутбай до сих пор подробно освещал. С 1 октября Тутбай не будет посылать своих журналистов на акции протеста. Но несмотря на это, подчеркивает Марина Золотова, портал продолжит работу. Самая большая угроза это то, что фактически на акциях протеста мы не сможем работать нормально, дальше будем думать, что с этим делать. Конечно, это неприятно, но надо понимать, что это не блокировка ресурса, это другая история. То есть без официального статуса СМИ мы работали более 18 лет с момента основания до начала 2019 года. С одной стороны, будем продолжать работать дальше в таком режиме, с другой стороны, будем продолжать бороться за свои права, отстаивать свои интересы. Белорусский портал Тутбай – один из самых популярных и влиятельных интернет-ресурсов в Беларуси. В день его посещают более двух миллионов уникальных пользователей. Репрессии в адрес Тутбай были и раньше. Достаточно вспомнить так называемое дело Белота в 2018 году. С началом президентской кампании давление усилилось. За последние месяцы Тутбай получил от Министерства информации четыре предупреждения. А сейчас Мининформ обратился в суд с иском о полном лишении Тутбай статуса СМИ. Заседание состоится 8 октября. Много есть подходящих слов там. Зачистка информационного пространства, первое. Правовой дефолт, второе, да. Но ситуация, в принципе, это ситуация, которую нельзя назвать неожиданной. То есть по тому, как все события развивались с начала избирательной кампании, было понятно, что, в принципе, все будет жестко, все пойдет по жесткому сценарию. Поэтому, в общем, теоретически мы были готовы к такого рода развитию событий. Но, я уже сказала, теоретически, конечно, когда это все наступает, ты не можешь сказать, что ты готов полностью. Очевидно, что давление на Тутбай связано в первую очередь с освещением протестов, уверен зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. Ну, сейчас вообще глобально в Беларуси идет война с прессой. И ситуация с Тутбаем – это один из эпизодов этой войны. Власти делают все возможное, чтобы мешать журналистам ходить на акции, снимать мероприятия. Тутбай – это самый популярный независимый интернет-портал в Беларуси. Его читает абсолютное большинство интернет-пользователей в нашей стране. И очевидно, что все сделано для того, чтобы правды о массовых акциях, фотографий, быстрой информации с улиц не было на Тутбай, и чтобы журналисты не могли работать в поле на этих мероприятиях. Многие на улицах Минска также считают, что властям не по нраву правда, которую сообщает Тутбай. Тутбай освещает сейчас достаточно реальные новости. Они зарегистрированы как бы в Беларуси, а как по-другому может быть? Наше государство закрывает людей, которые говорят хоть какую-то правду. Так как Тутбай, так же, как и онлайнер, так же, как и другие средства массовой информации, в принципе, подает справедливую информацию. Было слишком много правды сказано, показано, сфотографировано, снято. Ну, знаете, вот здесь подходит эта фраза их любимая. Вы же сами все понимаете, да? Вот, наверное, да. Так. Протесты в Беларуси не прекращаются со дня президентских выборов 9 августа. В Белорусской ассоциации журналистов отмечают, что за это время не было ни одного дня, когда под стражей не находился бы кто-то из журналистов.